привет всем с вами сегодня светлана и сегодня мы с вами поговорим о том чем штамповать не всегда есть возможность купить дорогие штампы но у нас есть глаза и мы можем смотреть по сторонам и всегда найдем то чем можно сделать красивую фактуру и красивый бэкграунд и так я сегодня принесла разные разные штучки например вот это вот это коврик для кухонный коврик я его недавно купила мне понравилось вот этот вот эти соты мне понравились и сейчас мы попробуем с помощью этих сот сделать отпечаток знаете сколько стоит сотый тим холл знаете и так вы видите что получается прекрасный отпечаток четкий это силиконовый коврик дальше сегодня я нашла у своего ребенка какое-то наглядное пособие для математики не знаю никак никак ни одного раза мы им не пользовались я подумала почему бы нам не использовать его как штампик и так попробуем очень интересный получается рисунок и так штампик у нас есть еще один иногда нам нужно сделать кружочки пробочки разного диаметра обожаю делать кружочки и другого размера пожалуйста это всегда есть под рукой к тому же я на какой-то вечеринке на работе увидела вот такую вот треугольную коробочку это был одноразовый стаканчик я его конечно же прибрала все потому что с помощью этого одноразового стаканчика мы можем делать великолепные треугольные отпечатки и самое интересное что с этой стороны больше а с этой стороны меньше то есть мы можем сделать любого размера и большой и маленький посмотрите какая интересная получается графическая картинка и так идем дальше вот такая штучка у меня была эта штучка на ней что-то висела носки не помню что и и сейчас мы попробуем попробуем ее использовать тоже в качестве штампика и так вау неплохо теперь что у меня тут еще есть еще есть вот такая крышечка ухты видите супер потом я перебирала у ребенка нашла какие-то вот такие вот колеса сейчас попробуем но тут явно какая-то нога была а по бокам рифленая поверхность и мы с помощью этой рифленой поверхности можем делать вот такие вот ромбики смотрите по сторонам и вы обязательно найдете что-то интересное я взяла для шоколада для шоколада такие молды налила в них горячий клей обычный и у меня получились вот такие вот когда это все застыло у меня получились вот такие вот штампики сейчас мы попробуем что получится если мы заштампуем с помощью этого штампика мне нравится супер и таких штампиков я сделала очень много они у меня разные вы видите вот есть такие листья попробуем его тоже почему нет тоже иногда может пригодиться в общем смысл вам понятен смотрите по сторонам ищите все чем можно сделать штампы и так пока пока с вами была светлана кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии пока